Уважаемые дамы и господа, друзья, товарищи, одноклассники, одноклассники, всем передаю привет! Проводим тренинг по маналной терапии. Давайте разберемся немножко с терминологией. В общем, первое нас интересуют позвонки. Они маркируются сверху вниз, то есть 7 шейных позвонков. Это C1, C7, то есть C1 это вверху, это атлант. C7 это внизу вместе с грудным отделом получается. В грудном отделе маркируется TH, либо просто T пишется, где-то пишется D. Их 12 позвонков. От верхнего до нижнего крепятся ребра, соответственно 12 пар ребер. Далее 5 позвонков. Это получается поясница, маркируется L1 сверху, L5 снизу. Копчик, ой, крестец. Это маркируется S от первого к пятому. Но они сросшиеся, поэтому мы не будем их цифрами обозначать просто. S1. Самая пресловутая точка, да, L5, S1. Вот она, вот сюда. Вот, она здесь находится, да. Здесь чаще всего выступает грыжа, то есть 80% грыж. Именно вот L5, S1. Второй случай это L4, L5, L3, L4, да. Ну, как правило, три нижних диска, межпозвоночных дисков. Межпозвонковых дисков, да. Тем более, почему? Ну, во-первых, это весь вес корпуса на них давит, да. Плюс там и бузыки, тяжесть и тягаем, да, все на них давит. Плюс это компрессия собственного веса человека и атмосферного столба сверху нас давит, да. Какой-то атмосферный столб 18 килограмм, какой-то говорит 28 килограмм. Ну, в общем-то, не будем вдаваться в такие подробности. Нас интересует то, что позвонки компрессируются. Компрессия – это сжатие. Где компрессию мы делаем – это разжатие, да. То есть спрессовались, а мы раз прессовали в обратную сторону. Все приемы у нас на это и нацелены. Но обратите внимание, здесь позвонки, они горизонтальные, ой, диски, межпозвоночные, они горизонтальные, да. И только вот этот диск, у звонящих, они под углом идут. Здесь видно на камере, да. Под углом получается. От этого они больше страдают, потому что, как бы, корпус, особенно у кого живот большой, да, у беременных часто бывает, съезжает сюда позвоночник, сдавливает спереди, получается здесь, да. И сзади он выходит назад, выдавливается назад. Грыжа – это выдавливание, выпячивание, дословно переводится. Естественно, изгибы в шее – это лордоз, вперед загиб. В пояснице тоже лордоз. Ой. Ну да, лордоз. В спине кифоз, получается, в грудной отдел, да. Но здесь это не заканчивается, лордоз, кифоз, лордоз. А еще продолжается дальше. В пояснице, вот эти крестцовые позвонки, они тоже формируют кифоз. И таким образом у нас, естественно, амортизатор получается, да. То есть, за счет вот этих изгибов, вот, за счет вот этих изгибов, да, получается, мы как бы как пружинка, да, амортизируем. Этим наградила нас природа за счет того, что мы вертикальные из всего животного мира, только человек прямоходящий, вертикально стоящий, да. И только у человека бывают эти компрессионные сжатия, грыжи, сколиозы, да, когда позвоночник не удерживает, он вбок начинает гнуться. И все остальные проблемы. У животных такого нет. У животных позвоночник либо прямой, да, либо вверх дугой. И то, если бы он поднадает за животным миром, кошки и все кошачьи тянутся, да, медведи тянутся, а в дерево там пытаются себя растянуть. То есть они тоже занимаются декомпрессией. Ну, а нам дала природа естественные изгибы. Их повторяет череп, он же не вдавленный, он также выступает назад. Это тоже кифоз получается. Ноги, коленки согнуты вперед, получается опять лордоз. Мы никогда на прямых ногах не стоим, только куда мы всегда немножко пружинем. Дальше пятка выступает, это кифоз. Стопа должна быть согнута вот так вот, да, поперечная плоскостопия. Если плоскостопия слишком плоская, то сразу отражается на скелете, до самого верха доходит. И также большой палец, он тоже должен быть вот так вот согнут на ноге. Иначе от него тоже идет воздействие и искажение на весь организм. То есть, начинаю, соответственно, кости таза, кривиться, да, начинает проблема сколиоза. А она идет, ну, вот эту пенсорол, да, получается в фронтальной плоскости. Вот, фронтальная плоскость, да, делит наш скелет, вот так, фронтально, наперед-назад, да. Это сагитальная плоскость называется, делит наш скелет на лево-право, пополам. Есть еще плоскость вот такая, горизонтально ее называют, или там аксиальная, там еще есть разное название. Но аксиально удобнее запомнить, потому что аксис это ось. То есть, вдоль оси позвоночника, если певиндикулярно оси мы так разрежем, да, то вот это получается нарезка на верх-низ, делит организм на верх-низ. Так вот, во фронтальной плоскости у нас называется искажение сколиозом. То есть, боковое смещение позвонков. Вот от большого пальца, да, стопа одна стала площадью, таз немножко перекосила, и пошло начало сколиоза. Начало как-то там организм себя компенсационно пытается выровнять, тут исказилось, потом вот так, потом вот так, и получается формируется сколиоз, сколиотическое изменение позвоночника. Соответственно, первую степень я не рисовала, она легкая, ну, наверное, там у каждого третьего человека бывает в мире, или даже не степень, а как бы, ну, сколиотические изменения начальной, начальной стадии вообще, даже это не степень, чуть-чуть на позвонки развернуты. Как правило, это даже не целый отдел позвоночника, да, а, допустим, три грудных позвонка развернуты влево, три повесничных вправо, или подлогу, да. То есть компенсационно-наторная дает себя, как бы, вот этим, исправляет этим движением. Тут нарисована вот примерно вторая степень, исправления, да. И четвертая степень, третья степень, ну, третья поменуточная между ними, это уже то, что не лечится. Здесь уже, особенно если, ну, у ребенка вряд ли такой будет позвоночник, это, скорее всего, уже в возрасте человек до этого дожил, дошел, позвонки стали кленовидной формы, и их уже нельзя исправить. Если вы будете исправлять, да, как бы они выровняются, но тут же будет пустота, пустоты в организме не бывает. Значит, сюда что-то затянется, какие-то органы, жилки, нервы, сосуды куда-то затянутся, потом обещаются. И будет еще хуже. В таких случаях делаются операции уже. В каждый боковой тросток вставляется по такому болту, к ним ввешиваются струны, и за эти струны прямо натягиваются плотно весь позвоночник. Ну, это нас не касается. У нас консервативные методы лечения более, как бы, такие доступные для ручной работы, да. Мануал – это обычная работа. Мы мануально работаем. Значит, вот, сублюксация – это подвывих. С чем мы работаем? По сути, с подвывихами. Которые… Вот сустав, он остался в суставном ложе, да. Суставная сумка не повреждена, он просто изменил положение свое. Чуть как-то развернулся. Это подвывих. Если он вышел из сустава уже, все, тут идет разрыв сумки, он зацепляется за краешки сустава. Если мы будем править, то мы можем чуть отломить кусочки этого сустава, да. Лучше за такую работу, ну, при достижении мастерства, конечно, можете попробовать это тоже делать. Там уколами это все обкалывается. Это очень больно человеку, но это уже травма. Это лучше отправить такого пациента к травматологу, да. От греха подальше. За такие проблемы не беритесь, да. То есть мы работаем с подвывихами, с сублюксациями. По поводу кифоз-лордоза. Значит, где лордоз? Мы в основном тянем назад, давим, да. Где кифоз давим вперед, кпереди. Где лордозы? Чаще используют скрутки всевозможные. Потому что здесь, вот видите, и здесь позвоночник не закреплен ни другими костями, там, например, тазовыми, ни ребрами, да. Они более свободные. Самое мобильное – это у нас шея. Она поворачивается во все стороны. Ну, на 180 градусов, в принципе, у здорового человека должна поворачиваться, да. Вот, то есть 90 градусов сюда и 90 градусов сюда. У некоторых бывает чуть ли не на 180 даже вращается, да, как у совы. И, собственно говоря, за это и страдает чаще всего. Потому что легче сломать, легче повернуть больше, чем нужно, да. По поводу первого позвонка Атланта. Он уникальный позвонок от тихих позвонков отличается тем, что у него нету заднего отростка. Вот эти вот то, что мы видим, что не щупываю на спине – это остистые отростки. Ость, дословно, это кость, переводится, да. То есть, косточки торчат. Вот, ну, не путайте, что это позвонок. Особенно в пояснице, там, до позвонка, чтобы добраться, это достаточно глубоко. До пяти сантиметров. Куда пальцем нельзя залезть никак, понимаете. Там слой мяса, сала, жилы там всякие, да. И не слушайте тех специалистов, которые говорят, вот я ему нащупал там где-то грыжу, сейчас я ему исправлю. Это, такого не можно быть пальцем ничего там не нащупываете. Это очень глубоко, понимаете. Это остистые отростки. Вот у Атланта его нету. Ну, есть только боковые отростки. У всех там как есть боковые отростки, вот они, да. Вот. Поперечные. Они же поперечные называются. Причем, эти поперечные отростки садятся друг на друга. И получается фасеточный сустав. Вот, если посмотреть поближе, да. Фасеточный сустав горизонтальный. Потому что, ну, поворачиваем вот так вот, да. Чем ниже опускаемся, тем фасеточный сустав вертикализируется. И вот тут он становится, поближе посмотреть, вот щель, да. Практически вертикальная щель, вот. Вертикальная щель. Что там говорит о том, что, как мы тут повернем. Мы же вот так вот не сможем повернуть позвонок, да. Поэтому вопрос, когда мы делаем скрутку, что там на самом деле скручивается и что хрустит. Вопрос неоднозначный. Некоторые говорят, что при скрутке ничего на обратно не ставится. Потому что, ну, как ты поставишь, когда он один в другой, вот. Один в другой, другой вот так вот вертикально вставлено, да. Хрустят на самом деле именно эти фасеточные суставы. Он с той стороны, то есть здесь мы прижали, с той стороны он расцелен. И мы слышим хруст, это на самом деле феноменм. Почему феномен? Потому что звук распространяется в воздухе. В организме уже нет воздуха. Вот вопрос, а что тогда хрустит? Что мы слышим-то, собственно говоря, да. Слышим мы такой, ну, как бы разрыв сустава. В каждом суставе есть иновиальная жидкость. То есть, если мы его резко растянули, получился пространство вакуума. Опять не может быть, да. Значит, из этой жидкости резко перешла, эта жидкость перешла резко в другую фазу. В газообразную, да, углекислота образовалась. Потом мы соединили, и эта углекислота обратно втянулась и стала жидкой. Да, то есть, по сути, если замедленно послушать, это такой звук. Чпок такой, да, получается. Вот, мы путаем это со щелчком в воздухе. Там вот таких щелчков нету. Второе, что может хрустеть, это когда, ну, другие там, например, суставы, когда они друг за другом там вот задеваются, да, как бы так чуть-чуть подстукивают. Либо это связки. Связки жестко зацеплены, да, они закостеневают, кольциты там всякие образовываются. И когда мы их смещаем, микронадрывы такие, там, как бы такой разрыв ткани мы слышим, да, чуть-чуть другой звук, такой, как песочек, как будто бы такой широковатый, широковатый звук. Вот, что мы слышим на самом деле. Так вот, атлант, он имеет две дужки, которые мы можем нащупать сбоку. Вот, получается, составитный отросток у черепа, за него заходим, да, и вот тут, вот он выпирает, вот выпирает, видите, вот только тут мы сможем его нащупать. К нему, к сосцевидному отростку, крепится грудинно-сосцевидная мышца, вот она обычно видна при повороте, да, вот. Она достаточно прочная, широкая здесь, поэтому через мышцу мы нащупаем, надо за мышцу зайти вот сюда. Вот тут вот мы сможем нащупать этот позвонок, и, соответственно, все боковые отростки вниз, по всем позвонкам, фасеточный сустав. На рентгене, если посмотрим, видно, если щель минимальная, да, практически сел позвонок на другой, фасеточный сустав, то это, соответственно, уже артрит у человека, да, то между ними должно быть на рентгене определенное расстояние. Ну, как я говорил, да, это все амортизирует. Мы должны быть живыми, амортизирующими. Ну, вот и нарисован там степень, да, где грыжа была чаще всего, повернут на пол, видите, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть развернут, развернут, и потом межпозвонковые диски, они становятся горизонтальными. Второй случай по появлению грыж, это нижний шейный отдел, да, пятый, ну, как они маркируют обычно, С4, С5, ой, С4, С5, 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 С6, С6, С7, С7, Д1, вот эти вот переходы, да, вот там чаще всего выступают грыжа. Третий случай по, уже совсем по частоте редкий, это грыжи, которые вот в грузном отделе идут. Ну, некоторые мне там говорят, у меня насчитали 12 грыж. Ну, я немножко, да, так же посмеиваюсь, как бы, я не знаю, что в этом считали, или что приняли за грыжу, да, это, ну, поймите, где у нас тут грыж, если позвоночник грыжа, как-то так невероятно. Скорее всего, может быть, протрузии какие-то приняли за грыжу, или что-то еще. В пояснице, так как позвонки толстые, да, то грыжа, вот она показана здесь, красненьким, да, вот грыжа, это, чтобы он был понят, это вот выпячивание, 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 что-то, да, вот между цилиндриками дисков, плоский диск, цилиндриков позвонков, плоский диск, вот он выпячивался, да, вытянулся, перерастянулся. Вот его выпячивание измеряется в миллиметрах, соответственно, тут до пяти миллиметров, иногда даже до шести миллиметров, это все еще протрузия. Протрузия предвестник грыжи, то есть дальше может развиться в грыжу. Пока еще не грыжа. В шее более тонкие позвонки, тут где-то, наверное, до четырех позвонков, ой, миллиметров считается еще протрузия, дальше будет грыжа. Грыжа может, ну, про грыжу, ладно, отдельно поговорим, это такая большая тема. Грыжа может быть еще в грудном отделе чаще встречается шморли. Шморли это грыжа, когда она вылезла не в бок, она вылезла в тело позвонка. На рентгене это видно, мы еще потом посмотрим с вами рентген, то есть она вошла внутрь позвонка. По поводу, соответственно, терминологии. Два позвонка и между ними диск. Называется сегментом, да, то есть по парам идет, пара, 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 пара. Если, ну, вот слова флексия и экстензия, да, флексия это получается наклон, экстензия, ну, сгибание, флексия, дословно, экстензия, разгибание в обратную сторону, да, то есть, что повезет в обратную сторону, это разгибание. То есть, это касается и одного позвонка, и сегмента, и целого отдела грудного, да, все один и тот же термин. И даже если вы там голову наклонили, это флексия, сюда экстензия. Даже пальчик вот сюда согнули, это экстензия, флексия, разогнули вот сюда, это экстензия, да. То же самое со всем, и с ногами, ну, на бицепс взяли это флексия, на трицепс экстензия. Ротация, это поворот, но имеется в виду именно поворот по оси. И вот второй позвонок шейны, он тоже другой. Ну, во-первых, вот это получается ассист отросток, если видно, да. Вот он двойной, он достаточно широкий, и у него есть зуб, по центру его такой торчит зуб. Если вот атлант, такой там, как тарелочка, который держит череп, почему называется атлант? Запомните из Древней Греции, да, из мифологии, там, великаны, атланты, такие, титаны, держали земной шар. Это как бы символичный земной шар, и вот атлант его, как на ладошках, вот так вот держит, да. Вот у атланта дырка, куда входит зуб вот этого второго позвонка, он называется аксис. Аксис – это ось, вот аксиальная поверхность, да. И вот, собственно говоря, вокруг него и крутится голова вместе с атлантом, да. Там есть большое затылочное отверстие, иногда он может у него прям входить, тогда будет давление на мозг оказываться, он должен быть на достаточном расстоянии. Поэтому все вот эти усочленения на рентгене, атланта-акцепитальные, акцепитал – это затылок затылочный, да, и атланта-аксиальные сочленения, вот эти, они должны быть свободные, то есть там должно быть щель, лизингерия, для этого должна быть щель в этих местах. Ну, аксис, полный, да, почему так это называется? Так вот, ротация – это именно вращение вокруг оси. То есть поворот – это поворот, можно там, целиком корпусом, как-то развернулось, да, а вокруг оси – это называется ротация. Ну, кто-то говорит, торсия, в принципе, одно и то же. Приставки гипер или гиппо, они ко всему относятся, да, можете предпоставить, например, гиперротация, да, гиперфлексия. Гипер – это чрезмерно, гипер – чрезмерно много, гиппо – чрезмерно мало. То есть гиппокифоз, да, или гиперлордоз, то есть увеличенный лордоз получается, да. Это гиппокифоз, спрямленный гиппокифоз, или гиппо-лордоз, спрямленный лордоз в пояснице. То есть упорное, да, если у кого-то человек приходит, и у него все, раз слишком прямое, то это уже тоже плохо. Так, вот, все, что идет к оси, от края, к центру, это называется медиально. От центра к краю – это латерально. Также можно, например, сказать, латерофлексия, то есть наклон к латеральному, то есть к наружу, да. Или медиальная флексия, да, то есть наклон к центру. Или латероротация, например, да. Если мы смотрим сверху, в оси, да, на позвонки, то нам надо понимать, где у них находятся боковые отростки, где находятся поперечные отростки. Вот позвонок, нарисован, да. Как мы на него смотрим сверху или снизу, как вы видите. Вот боковой отросток, осисти отросток. Сверху, да. Вот мы смотрим отсюда. Значит, он повернулся по часовой стрелке или против часовой стрелки? По часовой стрелке. Или все согласны, да? Да, у него ротация по часовой стрелке получилась. Ротейшн по часовой стрелке. Значит, боковые отростки у него, получается, так же развернулись и будут выпирать. То есть, вот с этой стороны, с противоположностью, он повернулся, мы чупаем. Чупаем слева, боковой отросток справа будет выпирать. Если это грудной отдел, то получается ребро, стыкуйте здесь, да, ребро будут выпирать. Вот при сколиозе это особенно заметно, да, то есть, если позвонки, а сколиоз он всегда, ну, чаще всего, он сочетается с ротацией. Если бы вы знаете, такой обман. Вроде бы щупа, ну, щупа массиста отростки, и мы же по ним, собственно говоря, там определяем, вот сзади вот этого. Да? Повернут или не повернут. Бывает такой обман, что они на месте вроде бы, но они ротированы. И при этом дуга выберная, она выпирает больше. Даже вот такие бывают случаи. То есть, вы понимаете, да, если позвонок, вот, допустим, это боковой отросток, это задний отросток, вот он развернулся, в грудном отделе, видите, вот сюда. То с той стороны вышло поперечный отросток. Будут реберный такой, ну, мы будем еще диагностику проводить, да, при наклоне. Человек, это хорошо видно. У него с одной стороны ребра будет торчать вверх. С другой стороны, соответственно, передние ребра будут выходить вот сюда и опускаться ниже. Сколиус бывает С-образный. Там в камеру видно? С-образный. Ну, С-образный, в общем, односторонний. От головы до пояса, до односторонний. Ну, это, честно говоря, редко. Я такой не встречал. Это какие-то, значит, наверное, врожденные изменения. Типа одна нога всегда короче у человека, да. Ну, бывает аномалия. Как правило, я же говорил, компенсионатурно, да. Они начинают себя выравнивать. Обязательно будут, как минимум, два поворота. Отсюда есть буква С, да, С-образный. Ну, как правило, двумя не заканчиваются. Шея же тоже не может быть так вот вовсе время, да. Она выравнивается. Соответственно, как правило, уже третий поворот пошел. Иначе, потому что человек должен везде чувствовать горизонталь. Горизонталь по земле, горизонталь по коленям, горизонталь по тазовым костям, горизонталь по плечам, горизонталь по глазам. Там, в глаза, нужно быть на горизонталь. Он же не может криво смотреть. И он себя так выравнивает, что получается, у человека кривошея, да. Ну, мы посмотрим, если приветствующие люди, да, на их потестируем. Ну, ему надо выпрямить голову, чтобы посмотреть глаза горизонтально. Организм надо выпрямить, да. Иногда так бывает, что даже перекашиваются кости черепа, и получается, один глаз выше другого. Может быть, физика, да, на сантиметр, на два сантиметра бывает, прям, глаза один выше другого. Вот, мы это тоже правим. Правим даже выравниваем кости черепа, да, чтобы были глаза на одном уровне. Но, прежде всего, если мы исправим горизонтали в тазу и в плечах. Всегда, если, ну, чаще всего, закономерно, да. Если правая часть таза поедет вверх, выше, да, то левое плечо будет выше, наоборот. По противофазе, как бы. Ну, соответственно, если таз ушел вниз, да, то нога начинает опираться плохо на землю, да. Соответственно, сокращаются мышцы вот здесь, да, чтобы нога не удлинилась, да. Чего же, может, и выходить. Давление идет на колено. Колено сустав страдает. Давление идет на пятку. Пятка подворачивается у человека. Соответственно, смотрим по обуви. Проверяем по обуви, как у него, ну, главное, симметрично стоптан на пятки, каблуки. Или несимметрично. Снаружи или внутри, да. Это нам сигнал, куда свернута пятка. И начинаем за один сеанс. Надо будет вырвать человека от пятки, получается, до таза и до плечей, как минимум, все выровнять. Теперь, откуда идет искривление изначально? Снизу вверх и сверху вниз. Ну, фактически. Фактически. Так и так. Кто-то говорит от Атланта. Атланта вернулся и это поверял на весь организм вниз. Но, я говорю, что тут есть базис, или пять с один, от сочинения, да. Откуда, собственно говоря, идет зародный. Вот только матери зарождается организм. Соответственно, весь скелет, который стал расти, ноги растут отсюда. И позвоночники плечей, и голова растет отсюда, дно вверх. Вниз, а те вверх, да. Соответственно, от него начинает все исправляться. Поэтому, если за один раз к вам пришел человек, вы ему только грудной отдел подправили, да, то это ничего не поможет, все вернется назад. Как правило, за 4-6-7 дней все возвращается обратно. Тем более, мы же его не посмотрели. У нас получается, мышцы-то вот тут укороченные, да, поясничные. А тут, оборот, длинные с этой стороны. В ключах наоборот. Вот тут, получается, укороченные, да. А тут удлиненные. То есть, нам надо эти мышцы активизировать, в гиперфункцию их ввести, да. А эти гиперфункцию сделать. Гипотонус им создать. Расслабить мы должны эти мышцы, да. И так наоборот. Смотрим друг против друга. Мышцы, вообще, у человека, они никогда не отвечают за одну какую-то функцию. Если бы она такая была, то у нас были бы мышцы раздутые, как на анаболиках у качков. Всегда к мышце, ну, за движение отвечают еще дополнительные мышцы. Помогающие в движении мышцы называются синергисты. Однонаправленное движение. А противоборствующие, антагонисты. Да, то есть, вот если бицепс, то есть, бицепс мы сгибаем, антагонисты для него растягивающиеся мышцы, вот в такой позе, является трицепс. Наоборот, мы сжимаем трицепс, да, для него антагонистом является бицепс. И так и здесь мы будем искать, это, там не одна мышца в томах, особенно фтозоид, очень сложно. Там какие-то мышцы есть, вот седальщины, там подвздошные, какие-то там еще там ягодичные. Там очень много мышц, вот они друг с другом играют. Это не так-то просто найти, это мы будем еще искать. И вот как раз перейдем к тому, чтобы поворачивать позвонки. Ротация, мы уже делали скручивание, да, это уже ротация, да. Но теперь конкретно на позвонки скручивания. Вот поймите, все мышцы, причем я про мышцы говорю, да, они держат, ну, как вот матч, то если видели матч, или флагшток, держат такие ванты, да, называются. Вот их обычно три-четыре ставятся вокруг, да. Они должны быть равны натянута, одинаково, с одинаковым натяжением. Если они на слаб, да, то, соответственно, другой перерастянется, и будет флагшток накремяться все время в одну сторону. Создается напряжение, рано или поздно там что-нибудь лопнет, да. Так же и позвонок, да, вот их тянут, мышцы вот со всех сторон, вот так выравнивают, да. Некоторые вот говорят, у тебя грыжа, да, тебе надо закачивать поясницу. Ну, чушь не со света, на самом деле, потому что, вы поймите, у нас, где вы видели, что вы были в позвоночнике, мышцы, которые его растягивают. Растягивают, здесь сжимают, вы их закачаете, они сократятся, будут еще больше сжимать, да. Ну, здесь вот, сократятся, будут сжимать, здесь сократятся, будут сжимать. Не существует мышц растягивающих. Это только мой массажист растягиваем, согласны? Вот, поэтому любое закачивание, оно будет сжимать. Единственное, есть логика в том, что, если вот тут перерастянута, да, позвоночник, ворту сжилищен, да, то закачивая мышцы пресса, мы его распрямляем, потому что здесь сжимается, там будет растягиваться, да. Если у человека плечи вперед развелся, да, значит у нас сокращены мышцы, вот эти, грудные, они перекачаны, вот, часто приходят в тренажерный зал, да, и тренер говорит, давай, ты сутулы закачивай, мышцы закачивают грудь, я начинаю что-то закачивать, штамм должен быть в груди, да, и человек, ну, качков, видели, они все вот такие вот потом выходят из зала. Почему? Потому что он про мышцы антагонисты спины не думает, он закачивает мышцы на спине, и тогда раскроется грудная клетка, да, и человек будет с правильной, хорошей осанкой, красивой осанкой, да. Ну, осанка, кстати, очень за многое отвечает, как вы уже поняли. А, что я говорю про мышцы, а, про повороты, да, соответственно, чтобы повернуть позвонки, надо с одной стороны мышцы сжатой, с другой перерастянутой, да, нам надо будет эти напрячь, эти расслабить. И также в повороте, вот, например, ассиста отросток на ощупь, ну, повернут вот сюда, да, вот, нам надо будет в него ударить, чтобы вызвать обратно, логично, логично. А с другой стороны, чтобы он двинулся куда-то, надо растянуть, чтобы дать ему вакантное место, да. То есть мы сюда направляем стрелку, тут растягиваем. Это касается как и одного позвонка, так и при скривозе целого отдела. Ну, отделы отделы делятся как на четыре части, да, поясничный отдел, нижний грудной отдел, верхний грудной отдел и шейный отдел. И по цибральным мышцам, соответственно, так же, да, делятся на четыре части. То есть, вот рисунок. Как для одного позвонка, вот один ассиста отросток вышел сюда, да, в сторону. Мы его даем в противоположную сторону и вверх, логично, и вверх для декомпрессии. А с другой стороны, мы должны растянуть все, весь позвоночник, причем растянуть не ровно против него, а растянуть выше его, выше, к голове имеется в виду, да. Там растягиваем, тем более, смотрите, у позвонков есть боковые отростки. Боковые отростки, как правило, вхуд позвонок, да, вот ассиста отростков, щупаем, вот боковые отростки.